Сегодняшняя наша видеолекция посвящается психотерапии и психологическому консультированию по скайпу. Для очень многих людей это остается загадкой, что же на самом деле происходит на сеансах психотерапии, а уж тем более по скайпу. Вот сегодня я как раз об этом и расскажу. Начнем с того, чем отличается психотерапия от психологического консультирования. Посмотрите, какое различие. Психологическое консультирование подразумевает под собой поверхностную, легкую, простую задачу, очень конкретную, которую здесь и сейчас необходимо решить. Например, увольняться мне или нет с работы. Или вот ребенка обидели в группе, как мне завтра идти разбираться с этой ситуацией. Ой, я забеременела, не знаю, идти ли мне сейчас на аборт или все-таки оставлять этого ребенка. То есть есть ситуативная какая-то история, которую имеет смысл разобрать. Все, и терапевт помогает клиенту принять его собственное решение. Не терапевта, а человек. Человек должен сам сделать свой собственный выбор. Сам взять ответственность за этот выбор. Все, а терапевт лишь помогает увидеть какие-то нюансы с разных сторон. Помогает на что-то обратить внимание. Психотерапия же отличается от психологического консультирования своей глубиной и длительностью. То есть это более длительный и глубокий процесс, где разрешаются внутриличностные глубинные процессы. Вот и все. То есть здесь может идти работа с фобиями, паническими атаками, депрессиями, конфликтами с родителями. То есть это такой серьезный-серьезный запрос. На это уходит время для того, чтобы личность трансформировалась и отношения у этой личности с другими людьми трансформировались. На это уходят порой и годы. Психотерапия – это процесс длительный. Однако очень часто не очень понятно, где психотерапия, а где психологическое консультирование. Не очень ясно. Вот эти границы как бы подразмыты. И это что ли получается как некий микс. То есть не всегда человек может позволить себе ходить на длительную терапию. И он обходится двумя-тремя сеансами. Или же даже от ним. И мы за этот час в принципе с ним успеваем занырнуть в его детство. Что-то там такое посмотреть, отследить, отреагировать, поговорить о чувствах. Мы успеваем и разрешить какую-то ситуацию. То есть иногда бывает и так. Это не назвать и какой-то психотерапией, прямо-таки глубинной, но и не назвать психологическим консультированием. Это нечто срединное. Далее. С какими трудностями приходится сталкиваться? Люди или не совсем понимают, что это такое психотерапия. Или же имеют некоторое искаженное представление об этом. Например, ждут каких-то скорых, быстрых результатов. Очень конкретных. Они как бы сравнивают этот процесс с врачом, который, врачом-стоматологом, который вот эту дырку просверлил и эту дырку златал. И они видят этот результат. Или же они сравнивают психотерапию с салоном красоты, где им эти ногти накрасили, и они видят этот цвет. То есть они конкретно сразу получают какой-то хотя бы результат. Психотерапию оценить очень трудно. Это такие какие-то очень особые процессы, которые обычному человеку вот так вот вдруг и сразу не очень-то и видны, если тем более личность не психологизирована. Гораздо, конечно, приятнее и удобнее работать с человеком внутренне аналитичным, способным к саморефлексии. Конечно, это всегда подарок для терапевта. Однако не каждому удается это проследить. И очень часто человек что? Обесценивает процесс. Он ждал чего-то такого особенного, чего даже не всегда понимал. Он ждал, и вдруг он ничего потрогать не может, и уходит как будто бы ни с чем. Что это же вы видите? Все, что ли? Что-то мы просто поговорили с вами, и все? Что это вообще такое за жидовский рэкет? Да, то есть человек чего-то конкретно очень ждал, а чего не понимал. Значит, далее. Далее. Нужно ли мне как-то особенно готовиться? Задают такие очень часто вопросы. Нужно ли мне какое-то кресло, какие-то наушники, не знаю, тетрадь, ручку? Как-то мне по-особенному, может быть, одеться нужно? Или что-то вам предварительно рассказать о себе? Или составить какое-то письмо? Или пункты какие-то по вопросам? Вот обычно чаще всего задают такой вопрос. Нет, готовиться к моим сеансам не нужно. Ну, вам не помешает ручка и блокнот. Все. Собственно-то говоря. Главное, чтобы вам никто не мешал. Потому что бывают такие случаи, когда начинаешь какие-то глубинные заниматься, глубинными процессами, а там или интернет плохой у человека, вдруг раз на каком-то серьезном очень моменте, когда человек достает свои какие-то тяжелые воспоминания, получает эту яркую, сильную эмоцию, погружается в слезы, вдруг раз прерывается связь. Вот этот вот момент желательно как бы предотвратить, чтобы действительно был Wi-Fi хороший. Или момент может быть такой, что врывается муж. Да я бы твоя мать! Да сколько это может продолжаться? Сережа, уйди! Да еще пять минут! И вот начинается драка с Сережей как бы на момент нашей психотерапии. Такое бывает? Очень часто такое бывает. Вот какие-то такие нюансы. То есть проследить все-таки, чтобы действительно был мой час, в который никакой ни муж, ни дети ко мне на шею, значит, не запрыгнут. Вот и все. Относительно самих техник. Вот, Вероника, какие техники вы применяете? Как будто если я скажу, какие техники я применяю, это что-то такое сразу. Опа! И человек как-то... Я не знаю, что это даст. Ну вот, что это вам даст, если я вам скажу, какие конкретно техники я применяю? Вы знаете, с годами я все больше и больше и больше от всякого рода техник ухожу. А в начале своей деятельности я обожала применять разного рода техники. Но сейчас все больше и больше это приобретает все-таки формат доверительных отношений вот наших, да, с пациентом, с клиентом. Прежде всего, установление доверительных отношений, когда человек может рассказать действительно что-то очень важное, что-то, что очень беспокоит его. Прежде всего, вот упор делается именно на это, на установление действительно глубоких отношений между нами. А техники – это вот какая-то такая, ну, вспомогательный, что ли, инструментарий, который, конечно же, есть в моем багаже. Ну, конечно же, я это все изучала. Я изучаю психотерапию с 16 лет, вы только осознайте, да, сейчас мне вот 39 скоро будет. С 16 лет я фанатею психологии. Какие техники? Любые техники я уже знаю. Любые. Вот вы мне вот расскажите, вот в такой технике умеешь работать? Умею работать. Применяешь ты это? Да не всегда. Да не всегда. Когда чувствую, что, о, хорошо бы вот здесь применить технику, там, не знаю, третьего стула. Или здесь вот мы пойдем работать в формате когнитивно-поведенческой терапии. Отлично. Да. Но чаще всего я упор делаю, прежде всего, на внутренний, на наш такой, на наш особый-особый магический коридор во взаимоотношениях с пациентом. Магические отношения между нами. Вот вся сила в психотерапии. А не в этих техниках. Это лишь просто какое-то вспомогательное звено. Так. Так. Вот и все. Вот и все. А как это будет происходить? Вы просто будете меня слушать? Вы просто будете меня слушать? А тебя кто-то просто слушает? Вот задай себе вопрос. Кто-то вообще в этой жизни способен выслушать меня действительно так, как психотерапевт? Не лезть ко мне с какими-то советами. Не пытаться меня в чем-то обвинять. Не пытаться мне рассказать о себе, не выслушав меня. Ну, хоть кто-то. Вот сами подумайте. Вот в моей жизни такого человека нет. Нет. Кто бы просто вот так вот меня слушал, слушал и слушал. Да. Внимал, разделял, слышал, понимал. Да. Как-то призывал к анализу. Но люди очень часто это обесценивают. Ну, подумаешь, кто-то меня послушал. Ну, вот просто задайте себе вопрос. Много ли в жизни людей, которые вас слушали? Да. Действительно слышали. Как я своих учеников всегда учу. Вы на первых этапах ничего своим клиентам не должны. Ничего не должны. Просто послушайте их. Возможно, в их жизни никто и никогда их не слушал. И это уже будет бесценно для клиента быть услышанным. Я вас целую и обнимаю. Конечно же, всех вас жду на своих консультациях по скайпу. Я вас целую и обнимаю.